наш любимый вопрос всем нашим гостям что ты нам принес я вам принес подарок я не вижу не вижу подарок и вот эту вещь не надо видеть это прочувствовать прочувствовать да это атмосферная самая атмосферная вещь которая он разбежал нет а дело то что это вот вещь которых в сарове наверное пять либо шесть вещей которые остались с урала с атом феста на который мы ездили в том году и это прям с трехборного вам с пятого фестиваля круто единственное что осталось блин это мой брелок личный который был подарен там круто он займет достойное место в нашем музее соседского вайфая надо быть отдельную комнату запускать андрей традиция перед тем как начать нашу программу испытываем да мы испытываем гости нам следы кажется что рок урок идола молодежи в любое время разбудея и он сможет самую известную рок-песню спеть просто сходу до середины о повышении цен поездках на российские и заграничные курорты пенсионеры реформе и музыкальных фестивалях о чем говорит город говорим и мы обсуждаем самое интересное на наш взгляд события последних дней в эфире соседский вайфай в студии кирилла сенин или дешево его подключаемся кирюша лиды кирюша август август это самый тяжелый месяц для всех российских журналистов почему я страна погружается в состоянии какой-то стагнации ничего вообще не происходит все думы да на всех уровнях в отпуске все чиновники спортсмены педагоги все вообще даже мне кажется преступники и те уехали на курорты турции и греции да и краснодарского края и стране просто еще не происходит но нам-то с тобой кирилл нам-то с тобой всегда есть да давай начнем вот прямо самого приятного два дня мы с тобой ходим и получаем удовольствие давай 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 нек борзов замечательный музыкант выпустила кавер-версию на песню егора летовых про дурочка и не просто песню снял просто шикарный обалденный обалденный клип и вот буквально за две минуты до вы решили поделиться с вами этой новость потому что действительно очень-очень крутой клип найдите все смотрите да вот здесь вот отрывочек но может быть даже если саша решит фоном вы услышите музычку если не решит не услышите но найдите обязательно зайдите пишите про дурачка наик борзов и просто посмотрите очень крутая версия даже если вы никогда грубо говоря не увлекались творчеством наика борзова услышав эту песню вы такие это похоже на борзову вот можно так искать на действительно хорошая стоящая работа рекомендуем но теперь к новостям более более серьезные менее приятным август принес множество нововведений приятные изменения то что с 1 августа и и будут индексе и индексированы пенсии для работающих пенсионеров повышение она будет не какой-то фиксированная сумма прибавки будет рассчитываться индивидуально в том числе в зависимости от размера заработной платы пенсионера мы говорим о работе пенсионера и пан пенсию получают работу приходит но в вопросе пенсии есть и такая вот не совсем наверное для кого-то приятная новость я ее оцениваю нейтрально я не знаю хорошо это или плохо я об этом уже заявляла а цик отказался проводить референдум по поводу повышения пенсионного возраста типа ничего нечего там спрашивать нуэлла памфилова заявила что у участников референдума не хватит компетентности для принятия правильного решения иногда кажется что нас принимают за дебилов ну да за дурачков которым ребят 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 успокойтесь идите вот вам пазлы вот вам уютная таблеточка которую выпить и спокойно сидите ждите когда вас врачи посмотрят я с тобой поделюсь радостью в рамках нашей новости у нас же с августа месяца повысились пошлины государственные на загранпаспорта теперь загранпаспорта который стоил стоил раньше три с половиной тысячи рублей будет стоить 5 это нового образца который выдается на 10 лет детский стоил полтора будет стоить с половиной похвастаюсь тебе я успел на неделю назад с женой и с ребенком подлил документы успели оплатить по низкой биометрически биометрически нового образца плюс друзья делаем лайфхак если вы не знали то если вы делать все на портале государственных услуг то пошлина воплачиваете с 30 процентной скидки здорово это очень удобно грубо говоря ребенку это стоило полторы тысячи мы заплатили 1050 что такое например знала я давно делала паспорт класс удобно мы потом просто приходишь фотографирует ряд все ждите никаких документов собирать сейчас действительно удобно с этим порталом стало открывает множество возможностей еще повышение цены не изменились на оформление прав да и оформление свидетельство о регистрации автомобиля в планах на пластиковой основе все это идет о документах речь о документах нового образца потому что на их изготовление требуется больше средств они модненькие пластиковые все такое но старые документы как и старый загранпаспорт и свидетельство о регистрации это все стоит старых денег с 1 августа изменения ждут железнодорожных пассажиров теперь расписание и пригородных поездов и поездов дальнего следования будет указываться по местному времени то есть время отправления на билетики будет написано пункта назначения пункта прибыли прибытия то есть раньше было московская и я там должна сама подсчитать плюс-минус и мы гуманитарии нам с тобой сложно считать это было не очень удобно с другой стороны блин мы всю жизнь ездили по московскому времени и надо будет привыкать но я думаю что все равно это больше хорошая но я думаю что вообще жить во времена перемен очень сложно поэтому сейчас скорее всего в какой-то части нашего населения это воспринимется да вот по всю жизнь ездили все нормально все знали не надо ничего через пять лет все забудут что такое было ездить по московскому времени все будут на по местному это неплохо давай мы поговорим с тобой сейчас внимание детки заткните уши про водку ну-ка 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 водка минимальная цена водки взросла появляется акцесса и теперь а если сколько рублей 180 должна был датом бутылку стоить минимальная цена на одну бутылку 0 5 градусов смотри речь идет о изменении цен на водку крепостью 37-39 градусов теперь минимальная розничная цена на водку вот этой категории на бутылку будет 205 рублей 205 рублей минимальная цена для водки 40 градусов то есть ее всю выравнивают раньше вот она стоила как раз 190 ну чё-то так а теперь вся водка будет стоить одинаково и 205 рублей это очень дорого можно купить выше очень много конфет на эти деньги слышишь алкаши воют и кстати еще об новостях и о поездках за границу помнишь какой-то какое-то время назад поднялся шума что визовые центры и куча сложностей появится они будут закрываться и россиянам будет сложно выехать еще сложнее выехать за границу так вот совет федерации этот законопроект из думы отозвал то есть пока что все без изменений путешествиям друзья путешествия это прекрасно но совету федерации по наши старые добрые традиции спасибо большое ну а я предлагаю узнать у наших саровчан раз уж мы говорим про августа да у наших горожан с чем у них ассоциируется август и какие новости принес им последний месяц лета лена август последний летний месяц сегодня мы спросим у саровчан а с чем же он у них ассоциируется и какие новости уже принес август это такое мягкое солнце все таки еще треть лета вот отпуск жара купаться можно еще еще лето есть можно отдыхать пенсионеры нам нам принципе особо-то эмоции то не надо начался август какие он уже принес для вас новости что нового нового пошел в 72 год таскай пища скоро осень но мы продолжаем щедро делиться нашим соседским вай-фаем сегодня у нас в гостях саровский музыкант андрей кочкин андрей привет привет андрюха пришел да поэтому для тебя пароль мы сегодня подобрали особенный я понимаю что ты с телефоном не сведуешь да вообще да это подарочная вещь подожди а до этого была nokia 2110 ты знаешь до этого было но я знаю пароль андрея вводи пароль наш сегодняшний а м дм а м дм андрюх сегодня это вот пароль нашего вайфая отлично андрей не случайно мы пригласили тебя к нам в гости в минувшие выходные уже в пред минувшие выходные прошел один фестиваль у нас в парке в середине августа нас ждет другой фестиваль парке что это за концентрация музыки в нашем парке уже прошло что это было такое ой зачем тебе это надо зачем мне надо это какой-то прямо даже фестиваль отборочный вот понимаете отборочным он стал за месяц где-то до отборочным отборочным для чего простите перебью сначала борща давай давай а по до этого как бы в феврале дело в том что чтобы провести какие-то фестивали у нас городе нужно подавать заранее ну само собой и я предполагал что мы будем проводить фестиваль который был бы и в том году 2017 он будет той же вот я написал положение говорю будет фестиваль вот этот и хотелось провести квартирник ну такой квартирник какой-нибудь квартирник на улице в парке вот хотелось в парке вот на что было в парке квартирник чтобы любой музыкант кто хотел мог прийти поиграть поучаствовать в этом всем действие и ближе к делу мы вот начали организовывать это все узнавать как что почем где но феврале было феврале мы тоже знали о том что будет квартиру 200 вот три дня а про юниверсити мы не знали что будет квартира что мы хотим квартир так а дальше за месяц до мероприятия звонит михаил прохоров есть положение о том что нужно ехать вот на этот фестиваль отобрать сосновый бар до сосновый город отбор значит по всем направлениям там джаз поэты и рок-музыканты ну как бы а что делать давай сделаем это еще и отборочный будет отборочный фестиваль вот это все что делаем нет все равно а кто отбирал жюри какой был жюри из департамента культуры они отбирали очень интересно как бы никто не видел это жюри но ну там было всегда очень важный момент жюри всегда была весь концерт они сидели но никто не знал что это жюри они под прикрытием да и в конце как бы потом не через день вот писали ответ мол там где-то прошли тени на рок-концерте под прикрытием это такой слегка пригасившись кстати а вообще-то квартирник должен был быть под эгидой безалкогольные так удалось или нет или вот так стоишь со сцена этот пиво вообще концерт в парке парк это у нас общественное место там появится с бутылочкой пива это уже нарушение закона ну я соглашусь что это нарушение закона но знаешь основной смысл был не в том чтобы людей сказать что ограничение пейте чушь я не могу заставить не пить там или пить без разницы а вот музыкантов привлечь к тому что чуваки давайте сделаем под мерклину что если вы будете бухать то как бы ну ничего вот авосыны не там музыканты вышли трезвыми на сцену основной смысл для меня был музыкантов да вот как-то вот вовлечь в эту атмосферу что давайте скажешь урок музыканты нынешние не пьют что ли да правда в моей молодости что такой рок-концерт это пьяный угар под громкую музыку вы знаете даже сейчас есть очень много популярных молодежных групп которые в принципе пропагандируют то что но они ведут здоровый образ жизни на концертах они понимают что чуваки на концерте мы музыканты мы рок-группа мы играем для вас но по жизни мы не такие там обдолбанные как надо как бы мы нормально адекватные ребята с нами дигант пастельных но ну то есть если раньше рокер выходит на сцену в одной руке пива в другой сигареты если вы из толстая скупер 70-е годы когда там с бутылкой виски на сцене валялся что-то чистеньким причёсанным модно быть сейчас модно вот именно модно это очень важный момент у нас в государстве за такая пропаганда модно быть можно быть спортивным можно быть вот каким-то таким движущим протеста а кстати своя группа против чего просто вы же рокеры против против чего вы протестуете моя группа за группка за группа вообще а без слов понимаешь у нас нет все равно музыка несет какой-то посыл для людей ребята вот смотрите вот что как рождается музыка вот с данным протест или с чего вот в данном случае знаешь философия музыки которую я пишу было в том что я ее взял у бонжой прямо вот под копирку привет бонжови если смотришь как бы плохо не было как бы плохо не было чтобы не ломалась как бы жизнь не поворачивалась всегда надеюсь на лучше и иди только вперед считают вот все песни у него все песни под копирку все одинаковые все одно и то же ничего не меняется но идея как бы заряжать публику тем что в жизни гораздо больше чем вот унывать и который несет позитив позитивно говоря в основе в основе вашего творчества и медузы групп лежит позитивная энергия позитивная музыка позитивный давайте вернемся к фестивалю мы так философию углубились раз заговорили про за группы за группы едет до сосновый убор я понимаю нет нет ничего едет ты чё не выиграл дело в том что смотрите изначально когда мы хотели выступать я свою группу вытаскивал не для того чтобы выступать на ручном а просто выступить именно вот пропаганда потому что но все знают в городе что допустим я там явный такой противник курение то есть курить это вообще фуфу фуфу пить я тоже отвратительно к этому отношусь но к наркотикам то же самое и как бы группа согласилась но на отборочный мы не едем изначально было понятно что мы не поедем то что два человека тупо не могут поедать вот и осталось всего три группы о 2 line break и шиншиллы которые заявились причем самое интересное было приглашено 27 человек туда откликнулась где-то сначала может быть 89 потом еще остальные слились куда-то как обычно получается и вот осталось в сухом остатке 7 представитель то есть четыре человека которые сами по себе выступали и три группы все а вы лишь кирилл мы несколько передач назад говорили о том тоже у нас был саровский музыкант здесь андрея тонина мы говорили о том что ну нет возможности молодежи как-то реализоваться кстати он обвинил как раз команды в группы line break слишком часто потому что их интересы лоббируют в коридорах власти снял очки это я лоббирую интересы популярность получается маленькая картина 20 27 человек пригласили до пришло 7 кстати нету не насколько знаю все таки выступил вот он как раз выступил и мы опять попираемся в то что люди ленивый им вроде дали плача чум я больше чем уверен что как только все состоялся таки но это были объективные причины которых мы не смогли участвовать на самом деле объективная причина знаете в чем все таки ну я не первый год организую все эти концерты очень важно понимать специфику время когда ты проводишь то есть июль это не самое лучшее время про вообще лето в сарове это как бы она не самое лучшее время для проведения концертов если ты хочешь собрать народ самое оптимальное время октябрь-ноябрь и возможно это январь начала когда я бы посмотрела на фестиваль в парке в январе проблема в этом том что парке январе ты не будешь проводить фестиваль и ты проводишь в закрытом помещении за что меня часто обвиняют что я провожу в молодежном центре извините мне так проще в итоге да давайте приземлимся к фестивале кто едет сосновый бар точно едет line break вот сто процентов они едут возможно кто-то и возможно шиншиллы если они дали ответ вчера у них был последний срок ответить представителям департамента не мне лично что дает участие в этом фестивале с не знаю я знаю что это положение 10 минут на сцене поиграть ну просто для себя и отстраиваться дольше буду ну там написано что надо исполнить два произведения десять минут ты вот что-то играешь и возможно потом ты кому-то понравишься в галоконцерте поучаствуешь и каким-то образом это отразится на твоей музыкальной карьере все понятно и еще и фестиваля к сарове я хотела спросить да вот но я не местный человек и два года в сарове и в моем представлении фестиваль это что-то такое глобальное концерт грубо говоря на который съезжаются музыканты с кучи городов и представлять свои творчества обмен какой-то у нас это глобально у нас съезжаются музыканты со всех подвалов гаражей а всю доску ну только можно они могут сердце если что мы учитывая прошлый год не опыт ужесточили немножко требования к музыкантам теперь надо в чистом приходить в пресс да как бы желательно в чистом вот нет ужесточили требования то что создали комиссию который будет хотя бы отслеживать что музыканты играют не просто тексты читать а мы сказали что редактирование заявки нужно приложить хотя бы видео с репетиции снятые хотя бы на телефон просто минимальная цензура чтобы мы понимали о чем вообще речь идет но я вот к чему весь разговор хедлайнер какие-то может из других городов сложно ввести да вообще на самом деле как выяснилось не такая уж это большая проблема ввести если опять же за очень благовременно быть уверенным что что фестиваль будет с учетом особенностей наших порой представителей музыкального вот эту сообщество иногда сложно спланировать фестиваль допустим фестиваль это минимум наверное 67 коллектива вот в этом году может учиться так что мы еле-еле наберем 6 это вот на 17 до на 18 или 17 18 августа и он на меня смотрит как будто я организовал нет андрей вот дело тоже может получиться так что будешь организовать что ты будешь ведущим привезем туда на сцену также камеры включим уже я ни разу не проводил мероприятие сидя на диване на сцене мне кажется будет очень круто а суток и риманада киловатт звук будет орать тебя спину это будет очень за это не переживай это я переживу и так мы плавно перешли к фестивалю зато рок он называется давайте расскажем про него хоба шутка понятно одному кириллу кирилл так любит шутить что она ждет 18 что за зато рок второй фестиваль который проводится в клетке в клетке заперли в клетку загнали всех туда и никому не дадим выйти нет это будет хороший концерт на танцевальной площадке парка культуры имени зернова до на танцевальной площадке парка культуры имени зернова и отдыха и отдыха смысл в том что скорее всего там будет выступать ну все самые наверное ныне существующие и ныне играющие рок-коллективы сарова давай перечислим лайн-брейк за игру в шиншилы 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 океан нет 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 вот мы промахнулись сразу чизы будут играть чизы пока что не заявились на этот год заявилась группа металлогия металл друзья можно будет потрясти шевелюркой потрясти шевелюркой можно под группу морфеус там прям можно потом точно заявилась но моя группа заявилась line break заявилась группа океан заявился масса открытым текстом как бы он заявку подал сказал что я ведь один буду отлично как бы пока что все а дело в том что мы хотели пригласить подождите 5 5 я поэтому говорю дай бог 6 наберем не сможет группа лукавый вырий которую мы оформили еще раз лукавый вырий это группа из первого майска достаточно достаточно известная группа она старая в смысле не деды там играют а для рок-коллектива больше десяти лет участвовали и в каких-то хороших концертах петербурге участвовали на пятом канале то есть выступали достаточно известная группа моим оформили пропуск уже на сегодня как бы то есть можно въехать но вчера они позвонили сказали что мы не можем потому что у нас не может гитарист дело в том что отказаться у нас очень легко потому что мы не платим денег более того мы еще деньги берем с тех кто играет вау вот вообще шахмат то есть участие стоит 250 рублей с человека это же неподъемная в том что она сейчас там тоже критикуют мол чего деньги берете сарова и так далее дело в том что вот мы ездили с группы line break в как это называется фестиваль в подмосковье орехова зуева да вот этот вот фестиваль да там был фестиваль и участие в нем стоило 15 тысяч рублей на минут заплатили 15 тысяч рублей за то чтобы 20 минут поиграть на сцене но перед там хедлайнерами понятно что там это был анакондос 7b то есть такие ну достаточно известная группа который даже я знаю почему я даже я потому что я очень много чего не знаю музыки вот сказал человек который занимается музыкой на много чего не учит людей заниматься музыкой и поэтому это стоит это стоит денег здесь мы берем 200 вот 50 рублей вы считали что это деньги уходят на баннер который надо повесить что зато рок трам пам пам и на наем охраны один фестиваль прошел другой планируется по количеству участников на сцене по количеству слушателей перед сценой вообще рок жив или мертв вот в том году как это все произошло я очень порадовался за то что рок музыка нужна и она жива и она востребована знаете почему потому что в парке это была открытая площадка когда могли пройти абсолютно любые люди зайти посмотреть не понравилось уйти и так далее мы проходными вот так вот людей считали их их было более полутора тысяч за день посетила фестиваль это очень много для сарова для сарова это просто но колоссальное какое-то количество людей которые приходят на фестиваль учитывая что фестиваль шел с трех вечера до 10 а кто кто сегодня вот слушатель рок-групп группа группа слушают учитывая наш опыт либо дети от 3 до 7 лет дети друзей ваших да да либо старшее поколение то есть очень много людей за 30 слушают нашу музыку и ребята которые вот детишки которые перед сцены всегда прыгают и дети вот этих слов как бы нет такого как лишь протесты чего-то не впариваем что тут нет просто музыка ритм играешь детям нравится родители тоже сидят все кайфуют на концерты ходят вас можно аниматорами нанимать кстати на детские праздники вырубить и детки прыгают родители отлично я думаю что действие нашего соседского вай-фай подходит концу самое время обратиться к зрителям пригласить их на фестиваль чтобы они не проигнорировали ребят ну вы чё опять будете игнорирующие души у нас тут собрали в клетку в клетку то вас зовем в клетку собираем кого вас так что приходите обязательно 18 августа начало пока что планируется пока что в три часа там как как монета ляжет в россии за последние пару месяцев были возбуждены несколько уголовных дел из-за мемов найденных в одной из самых популярных соц сетей вконтакте оперативники разглядели признаки экстремизма сохраненных картинках самых обычных пользователей при том что альбомы с фотографиями как минимум в одном случае были скрыты от посторонних глаз настройками приватности и хотя со стороны изображения могут показаться вполне невинными правосудие внесло их в список по которому любого кто осмелится сохранить их у себя на странице могут признать экстремистом нет мы не покажем вам эти картинки да мы от всей души рекомендуем вам пробежаться по своим сохраненным фотографиям и убедиться что на них нет ничего связанного с религией афроамериканцами фашизмом украины алексеем чью фамилию нельзя произносить и собственно президентом россии владимиром путиным а написывая очередной пост на своей стене вконтакте всегда помните большой брат следит за вами еще одна печальная новость пришла на этой неделе евгений петросян и елена степаненко делят суде нажитое имущество по слухам причиной расставания стало то что елена симулировала смех нет ну вот как они могли а я не хочу жить с таким жмотом как ты вот твое обручальное кольцо другим новостям соцсетях нашли социальную рекламу из на риска и она прекрасна по данным канала медиа лекс ролики заказаны местной администрации и рассказывает о коммунальном хозяйстве города его со службах и экономики казалось бы что тут особенного а вот что ролики не новые сняты аж два года назад при этом ютубе них не заслуженно мало просмотров вы тоже думаете что это несправедливо такое муниципальное творчество заслуживает как минимум миллиона лайков что бывает когда пиццерия устраивает акцию пепперони за 100 рублей и не ограничивает количество пиццы в одни руки лентач выложил своем канале фотографии из города волгограда где на открытии пиццерии выстроилась в 10 километровой очереди за халявой особо голодные забирали под 5 10 и даже 20 пицц собой а места в очереди продавали по тысячи рублей на днях на канале медиа лекс был опубликован рапорт лейтенанта юрий хомяченко участковый отчитался о профилактической беседе собакой которая лаяла по ночам и не давала соседям спать беседы не получилось и хомяченко подробно объяснил почему провести профилактическую беседу с собакой по поводу громкого лая не представляется возможным по причине того что данный тип животного не обладает правосознанием должным интеллектом собственным мнением осознанием себя и своего места в мире какие именно обстоятельства побудили юрий хомяченко написать такой рапорт и был ли рапорт кода начальника отделения как это полагается неизвестно ну а теперь финале нашей программы кирилла твоя традиционная нетрадиционная рубрика андрей есть несколько выражения в тебе достаются выражения в виде начала пословиц и поговорок тебе их надо закончить как настоящий рокер понеслась и откладывай на завтра что можешь вообще не делать не все то золото что насорно старый друг лучше новых трех хорошо повторение мать геморроя с кем поведешься от того и забеременеешь отлично и на этой позитивной ноте я предлагаю фотографию которая будет долго напоминать нам об этой чудесной встречи спасибо ну а на этом все помните что рок жив помните что 18 августа пока в три часа вас ждут в клетке в парке зернова на рок-фестиваль зато рок но мы на этом с вами прощаемся увидимся в этой студии ровно через неделю обсудим самое интересное на наш взгляд события предстоящих дней пока пока всем счастливо пока